Вот и в Караганде сегодня после месячной самоизоляции во дворы массово вышли тысячи горожан. Около 60 тысяч человек отправились на работу, еще 30 тысяч дачников поспешили на свои участки. Вот так в регионе восприняли ослабление карантинного режима. Что теперь можно, а что по-прежнему нельзя в материале Юлана Чаус. Карагандинские дворы сегодня наполнились детьми, жителям теперь можно гулять неподалеку от мест проживания. Заметно больше спешащих людей и машин было и в часы пик. Около 60 тысяч жителей области после долгого перерыва и вынужденного перерыва смогли выйти на работу. Возобновили станции технического обслуживания, юридические конторы, банки. В городе запустили общественный транспорт, но автобусы курсируют пока не весь день, а лишь утром и вечером. Однако больше всего сегодня ликуют дачники. Им разрешили выезжать на свои участки. Всему же свое время, знаете, как говорят, у каждого овощи свое время. Вовремя посадил, вовремя собрал. Что-то вовремя не посадил, оно уже все караул. Ну, в общем, короче, тут много нюансов. Но, тем не менее, спасибо хоть так. Возобновить работу разрешено целому ряду предприятий и организаций, однако многие сегодня так и не открылись. Для передвижения по маршруту дом-работа по-прежнему нужна регистрация в электронной базе. А внесение данных требует времени. С дорог региона сняли все восемь санитарных постов, однако блокпосты на выездах из области по-прежнему работают. Кроме того, строгий режим карантина остается в городе Тимиртау. У нас там сохраняются очаги. Последний случай, который есть, это все Тимиртау практически. Поэтому есть необходимость сейчас эту работу продолжить. И мы сейчас там проводим массовое тестирование. То есть больше упор у нас идет как раз-таки на Тимиртау. В остальных городах и районах области ситуация стабильнее. Снятие карантинных ограничений в регионе планируют проводить в четыре этапа. По принципу, чем меньше зарегистрированных больных, тем больше разрешено. Ну а началось Василий Савкин, Хабар 24, Караганда.